И ЛИТА Арксплюй Продакшн представляет Привет, мои любимые! За многих героев доти можно фармить в лесу, учитывая их индивидуальные способности. В этом видео я покажу, как можно фармить в лесу за Скорпиона, купить ему быстрый даггер и получить шестой уровень. То есть это будет гораздо эффективнее, нежели вы будете стоять на лайне против врагов и делить опыт со своим союзником. Вот это я загнул, да, хорош-хорош, ладно. Фух, в самом начале мы покупаем себе тапок и, например, калерити. Если вы не умеете делать отводы, можете купить себе еще танго, потому что вас будут бить крипы, у вас будет мало здоровья. Но я вроде умею более-менее, поэтому нам танго не нужно. Все, уходим. Покупаем это... Мы купили тапок, да, потому что нам, в принципе, больше ничего не нужно. Но мы потом в любом случае пойдем в быстрые арканы после даггера, так что мы сразу купили половину аркан. Можно было не покупать тапок, сохранить деньги, купить даггер быстрее, но смысла ноль. У вас будет еще быстрее даггер, но у вас не будет шестого уровня. То есть смысла вообще никакого в этом нет. А так у нас будет все в один момент. У нас в начале есть тапок, и в один момент мы получим сразу и даггер, и шестой уровень. Это была очень громкая сирена. Очень громкая. Ладно, качаем второй скилл. С помощью его мы будем фармить в лесу, собственно говоря. И ждем крипов. Мы идем на легкий респаун. То есть за свет это здесь, за тьму это вот здесь. На 30 секунде появляются первые нейтральные крипы в лесу. И мы сразу же будем делать отвод. И, собственно говоря, использовать песчаную бурю, чтобы получить уровень. Самая главная проблема наша в лесу, это получить третий уровень. В этом весь геморрой. Но уже с третьего уровня нам будет невероятно легко фармить. Все, появляются крипули. Давайте, давайте, мои дорогие. И делаем первый отвод. Опа, пойдем, пойдем, пойдем. Так, далеко не убегаем от них. Давайте, братиши, давайте. Так, хорошо. Сделали первый отвод. Сразу же бежим и используем песчаную бурю. Просто так песчит невероятно. И вы видите, потихонечку дамажим, разбегаются крипы. Нам самое главное их убить. Все, что нам нужно. Всегда смотрим на время. Нам в идеале постоянно делать отводы на всех лайнах. Давай, убивайте, убивайтесь. Кто не умер, добиваем по-быстренькому. Немножко потеряем здоровье. Здесь бы нам помог танго, но ничего страшного. Немножко потеряли. Все. Первый уровень получили, но это еще мало. Нам нужен третий уровень. Идем сюда и делаем следующий отвод. Тихо, тихо, не спеши. Делаем следующий отвод. Так, три. Убегаем, убегаем, убегаем. Восемь, девять. Хорошо. Все, по идее, здесь все у нас получилось. Да, все отлично. И возвращаемся быстренько на легкий респаун. И опять используем пыль. Потихонечку получаем третий уровень. То есть быстрее мы не получим. Можно было сделать по-другому. Можно было пойти на лайн. Постоять там до третьего уровня. И потом пойти в лес. Так, ну давайте мы используем первый скилл. Нам их нужно убить обязательно. Хотя можно, в принципе... Нет, мы потом сделаем отвод в другом месте. Давайте мы их убьем. Через первый скилл. У нас будет сейчас мало мана. Ничего страшного, она отрегенится. Все по таймингу идет. И постараемся сделать еще один отвод. Конечно же, он может получиться не всегда. Безусловно, бывают ошибки. Делаем следующий отвод. Все, и бежим, 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 бежим. Получилось, нет? Ну а, поздновато. Ну ладно, еще страшного. И идем опять на легкий респаун. Добиваем. Сейчас нам самое главное получить третий уровень. Все, что нам нужно. В идеале примерно у вас даггер будет на 8-9 минуте. И 6 уровень. Это в идеале. Ну конечно, чем раньше вы все это получите, тем лучше. Видите, крипы сильно разбегаются. Конечно, это плохо. Так, давай добиваем. Опа. Все, с этих мы получим сейчас третий уровень. Пускай у нас сейчас просядит здоровье. Ничего страшного. Мы потом вообще не будем проседать по здоровью. Будем регениться. Все, появился у нас третий уровень. Давайте, может я успею сделать еще раз отвод. Давай, давай, давай. И все. Сейчас попробуем сделать еще раз отвод. Конечно же, когда идут уже двойные отводы, тройные. Здесь гораздо все сложнее будет. Они уже, видите, не получаются. По-разному. Ладно, используем банку. И сразу же используем песчаную бурю. Все. Смотрите, в чем суть. Когда у нас третий уровень, у нас прокачивается песчаная буря. Увеличивается время действия и урон. Теперь мы гарантированно их убьем всех. И благодаря этому с третьего уровня мы можем абсолютно спокойно фармить любые точки. Ну, кроме големов, само собой. Если вам попадаются големы, то просто пропускаем. Мы их вообще не трогаем. Без руки их смысла нет. У нас уже есть тысяча голды. Это хорошо. Так, что, добивай, добивай, добивай. Видите, да? Я заюзал банку. Регенец амана. И мы используем песчаную бурю. Давайте попробуем здесь сделать отвод. Пойдем, 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 братюня. Видите, здесь все сложно. Очень сложно с отводами. Они отворачиваются. Не, не получилось. Вот лучше на этом месте не делать. Лучше здесь делать отвод. Или здесь можно было его вбок делать. Ну, ничего страшного. Давайте быстренько убьем крипов. И сделаем здесь внизу отводник. Нам хватит маны на все про все. То есть, все хорошо. Все по таймингу будет. Подготавливаем даггер. Еще раз говорю. Чем больше вы сделаете правильных отводов, тем быстрее вы нафармите на даггер и на шестой уровень. И, само собой, вас могут гангать. Да, без этого никуда. Много раз я уже через это проходил. Но, я недавно выкладывал видео, где я спасался с помощью второго скилла. Поэтому, от гангов вы можете уходить с помощью второго скилла. С помощью ваших песков, песчаной буря. Пойдем, 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 пойдем. Вот здесь, видите, здесь гарантированно получился отвод. Но, его здесь, видите, легко делать. Здесь его гораздо сложнее, потому что здесь нужно делать отвод примерно на 55-56 секунде. Или сюда, или сюда делать. А здесь я делаю отвод на 53-52. Так, давай, фармим, 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 быстрее. Я хочу быстрее забрать даггер. А, про скиллы, смотрите. Мы не качаем третий скилл. От него смысла практически никакого нет. Мы делаем акцент на второй скилл. Я объясню вам, почему. Потому что, во-первых, само собой, нам будет гораздо легче фармить с каждым уровнем в лесу. То есть, крипы будут быстрее умирать. Так, здесь крипули есть. То есть, големы, убегаем отсюда быстрее, сделаем здесь отвод. Големов мы не трогаем. Так, сейчас я про скилл расскажу, подождите. Так, все, поехали. Должно получиться. Да, нормально. Так вот, мы делаем акцент на второй скилл. Мало того, что мы будем фармить быстрее, так я сам рассчитывал. Когда появляется у вас шестой уровень и даггер, вы начинаете кастовать ультимейт, прыгаете с даггера и сразу же делаете первый скилл, потом песчаную бурю. Там такой дамаг идет. Разница между первым скилом и вторым, что первый скилл, да, там хороший дамаг идет, но он по одной цели идет. А наша песчаная буря, она идет сразу же по ауе, то есть по области. Получается, у вас ультимейт идет по области и сразу песчаная буря. Блин, ну ладно, давайте обойдем. Можно, в принципе, сделать отводик, и да, нам может хватить их. Давайте сделаем отводик быстренько. Пойдем, братья у меня, пошли, пошли, пошли. Ну все, смотрите, сейчас будет восьмая минута. Что, получилось, нет? Здесь тоже свои нюансы с отводами получилось. Ну вот, на восьмой минуте мы сейчас получим шестой уровень, и у нас должно хватить сейчас денег на даггер. Хватит? Ну да, хватило. Ну все, смотрите, восьмая минута, 20 секунд. Кто может быстрее, я вас поздравляю, вы молодец. В результате, на восьмой минуте у нас имеется даггер, у нас имеется тапок, и у нас имеется ультимейт, профит. Что мы делаем? Начинаем кастовать ульту, прыгаем с даггера, делаем первый скилл, и сразу же делаем пыль. И все, и убиваем. ГГВП. Поставь лайк, напиши комментарий, подпишись на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!